Девушки отдыхают Девушки отдыхают Темно, никого нет А прямо пошевелиться не могу А мостовики эти еще Про царское что-то там трепали В общем, думаю, дело пахнет Керосином И че? Ну че, карабин отстегнул и как рванул Там как раз халабуда Это была внизу, да крыша невысоко А царь этот что? Ну, здоровый такой Страшный Болт там торчал такой ржавый Вот я за него спиной Броника Хорошо, что у тебя князь Как это? Гоняло есть уже Вот это да А дальше-то что? О! А дальше? Дальше уже детка этого в оборот взяли Ну что там? Мы... Артем, в общем, сам справился Орел Да, молодец он Пока я там по верхам скакал как макака Да с царем этим О, воевал Он, в общем, весь вопрос решил Это точно Молодец, Артем Thanks I feel like I want to tell the story Where I jumped on a swinging boat Like A couple hundred метров It's probably more than a couple hundred метров Very, very, very far up Above the sea Remember that? That was pretty cool Да, вы оба красавцы Ну и крест, конечно, тоже Это да Как он им зубы заговорил Люба дорого Они доски эти когда таскать начали Я чуть не помер, артист Да Толковый мужик Вы все, в общем, отлично сработали И за это надо что? Выпить Точно Истинно наш человек, сэр Ты как, присоединишься? Нет Я пока пышком постою Вот за обедом Ну, значит, потом тебе штрафная будет Это точно Ну, ну и все равно сейчас немного Для разминки Ха-ха, отлично Хорошо пошла А я вот, братцы, задумался А чего все от поездки этой ждут? Я вот вернуться хочу И Светке моей все рассказать Чтобы она смотрела на меня Огромными серыми глазами Хлопала ресницами И лепетала Какой ты у меня герой Ха-ха-ха-ха Ну, то есть ты за подвигами И шрамами Засчитано Ну, а сам ты чего поехал? Тут такое дело Сердце по любви тоскует А в метро всем бабам надо что? Чтоб добытчик в семье был? Чтоб как за каменной стеной? Ха-ха-ха-ха Че улыбишься? Это ж невыносимо Тут, правда, тоже пока не особо Только Катя к нам на борт А Степан уже такой хвост распустил Куда там тому павлину? Ха-ха-ха Ты радуйся Катя девушка серьезная Построила бы тебя как миленького Ха-ха-ха Это вряд ли Не такой я человек Чтоб друзьям на любовном фронте Поперед дороги становиться Особенно если они обещают руку сломать Ха-ха-ха-ха-ха Ну ничего, джентльмены Будет и на моей улице праздник Там-то в Ямонтау Женщины со всей страны собрались Стоит меня Волнуюсь? Ха-ха-ха Вот ты, Дамир Чего поехал? Ну, я сначала просто за вас, ребята За полковника Но, честно говоря, даже тогда Мелькнула мысль Это ведь шанс мечту осуществить Казахстан увидеть Народ мой Но сначала надо обратно в Москву Потому что несправедливо это Людям сказать нужно, что все Свобода! Наверху жить можно! Согласен, идиотыч! Я-то согласен, Дамирка Но свобода вещь сложная Был такой борец за свободу Че Гевара И до сорока не должен А вот товарищ Маучу книжку-то почитываешь Народ в строгости держал А жил долго и счастливо Ну, ты в своем репертуаре Вечно на умнике Непонятно, чего только идиотом кличут Это я понимаю, он сам так назывался Чехова очень любит, потому что И Чехова, конечно, тоже Но главным образом Достоевского, Сэм Достоевского Да, я читал, конечно Только спутал всегда, конечно У Чехова солнца Аустерлица и раненый офицер Сила образа большая Ох, ты меня в могилу загонишь Ну, а ты, дядюшка Сэм Какие мечты? Знаешь, я вот хочу свой серф в руки взять Сама круточку на пляже Викорит Волну полимать У меня где-то в глубине Под суровым москвичом Сидит добродушный Калифорния Най, дону нахер There's secretly a server, bro? У меня, между прочим Пока меня отец в Маринс Не уговорил пойти Дреди били По задницу Говорит, Маринс Сделают из тебя балбес Осознательного гражданина И в колочках Отслужишь, отправишь Ну, и меня на Ближний Восток И отправили Вот это да И что, надеешься, тебя тут твои подберут? Что-то не видать их Да, на наших надежде как-то мало Вот, выполним задание Подам рапорт полковнику Доберусь до океана А там Может, корабль найду Ну да Подплываешь ты такой на корабле А они Аааааа, русские идут Ты ж наш в доску Куда тебе в Америку? Факт Ушанку не надевай Сразу к дну пустят Не буду ушанку надевать Но баралайку возьму балалайку а кто что про не монтао думает а мужики как нас там примут ну твои-то мысли понятны орешь примет нас младший офицерский состав в кружевном белье и с караваями мои да мне про ваше интересно но я надеюсь они ответят на пару вопросов к примеру если за сотни километров от москвы ни одного американца кроме самуила нашего нет зачем нам под землей сидеть я бы не так сформулировал вы то в ямонтао знаете товарищи верховные командиры что мы в москве 20 лет под землей сидим это да обязательно спросите пока я с младшими офицерами совещание проводить буду лично я уже настроился на road trip романтик с большой дороги да ну поживем увидим это точно я думаю что я знаю все эти люди так много после этого я действительно не знал им пока что только токарев я думаю что в моем вот еще так уже знаю Это очень хорошая картина. О, у нас есть буньи! Они не могут... ...пец, конечно. Не, они не могут... ...пец. Они прямо... ...буньи они прямо на улице. ...блитый каркас. Красиваяушка. Василия. ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok It probably is if you do it like a thousand times just put something heavy on the key and walk away for a couple hours DimaTorzok 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 Я не знаю, просто не у всех цепь правильная. Вот именно, именно поэтому. Этого шанса я, пожалуй, и ждал. Обстоятельства не складывались, но теперь правительство, понимаете? Правительство! Ну конечно! Ну конечно! Никто не скажет им. Да, не серьезно относитесь к этому. Не ожидал. Тем более после того, что вы только что услышали. Так, ну допустим, правительство. Ну и что? Сколько лет друг без друга жили и ничего. А, вот тут-то собака и зарыта. Ведь они, скорее всего, о нас ничего не знали, понимаете? После таких массированных ударов они и предположить не могли, что в Москве выжило столько народу. А мы, именно мы, мы сообщим им, что Москва жива. И не просто жива, а сохранила цивилизацию. Понимаете? Мы все это время велись за простое выживание. Но теперь у нас появится новая цель. И какая же, позвольте спросить? Неужели не понимаете? На командный центр завязаны все системы оповещения. Вся разведка! Им известны все места ядерных ударов. У них есть полные карты сон заражения. Да много чего. Информация правит миром. А у нас есть люди. Полное метро народу. Много подготовленных бойцов. Сложите два и два. Мы ведь сможем со временем заселить страну снова. Конечно, не сразу. Возможно, сначала придется ее вернуть себе. Но заниматься этим мы будем под руководством настоящего правительства. Людей, обладающих необходимыми навыками. И в конечном счете мы сможем вырваться из подземного тупика. Хорошо бы, конечно. А я вот давно хотел поюбопытствовать. Откуда вы Айаманта узнали? Светознавт Константинович. Ну, про проект Ковчег у меня информация точная. Это я вам как офицер ГРУ говорю. На объекте еще до войны служили мои товарищи. Готовили планы эвакуации. Так что и пособные, и про место я знаю по долгу служим. Так что теперь главное добраться. Ничего, ничего. Окей, so based on what Miller just said, having been briefed on the ARC project officially, it sounds like they are a real... I mean, they must be a real thing that exists, or at least did exist at some point. So maybe the reason they're being so suspicious on the radio is because... maybe they've been taken over? Maybe the people that should be there are not there anymore. ... 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